Салют, братень, ты на канале Некарате. Рад тебя приветствовать. И спешу напомнить бокс Некарате. Тут думать надо. Есть о чем подумать. Мы уже начали подготовку к чемпионату мира, говорили о кубинцах, говорили о команде Узбекистана, о команде Казахстана. 18 числа секретарь Федерации бокса России обещал состав выкатить. Обязательно 18-го поговорим о сборной России. Поговорим и оценим общие шансы. Но чемпионат приближается ближе к началу. 24-е, 20-е числа. Уже, я думаю, мы все команды разберем. Сегодня будем говорить о профессиональном боксе. Благо поединков просто уйма. Не сказать, что топового уровня бойцы, хотя встречаются тот же Морис Брейдис, Майки Гарсия, Крис и Юбанг. Есть о чем поговорить. Но оппоненты крайне слабые. И разница в потенциале говорит сама за себя. Здесь, в принципе, фаворит и андердог просто очевиден. Я думаю, мы сегодня рассмотрим поединки с точки зрения возможного исхода. И для любителей азартной ставки это будет максимально интересно. Также напомню, что наши кореша из париматч дают офигенно широкий спектр ставок. Всегда платят. Ссылка федеральная. Работает и в Казахстане, и в России, и в Украине. Везде. Так что, братень. Ссылка в первом закрепленном комментарии. Регистрируйся. Плюс 100% к первоначальному депозиту. Положил тысячу. Сверху тебе тысячу еще добавят. Так что, пользуйся. Пока я такой добрый. Ну, начнем, пожалуй, мы спейдинка Мариса Бридиса Артура Мана. Пирмс сестдень галваная дуэль notiks ввел девиņа, селедущаяся андеркарта циниз, ар шею латвиющу боксеру далібу. Савкарта Бридис арману рингах досиес паше певакаре. Неатракт пар пулкстен 11. Пагаидам билетис у Бриджа циниз, егадайшись аптойни 4000 скатитари. По факту, что хочу сказать. Шодин год не выходил в ринг, так что второй полтора года в ринг не подымался. Касательно антропометрии, достижений, быстренько пробежимся. Бридис 36, Ман 31. По 185 см аналогичный рост. Размах рук Бридиса с 91 у Мана информации отсутствует. Ну, похоже, что-то такое же. Я думаю, от 185 до 190. 5 см роли не сыграют. Так, рекорд. Бридис 27 боев выиграл. Одно поражение от Александра Усика. 19 нокаутов. Ман 17 побед. Одно поражение. Не знаю, кто ему нанес. 9 нокаутов. Судя по рекорду, не сказать, что он бьющий. Количество нокаутированных. 70 у Бридиса. 52 у Мана. Простой. Практически год Бридис не выходил в ринг. И 491 день не выходил Ман. Касательно ставок на Бридиса. Победа 1-0-2. На победу Артура Мана 11. Понятно, кто фаворит. Явный фаворит Бридис. Если посмотреть на бой. На крайние поединки Мана. Что можно увидеть? Классический. Шварценосы с бунтым страйфом. Хотел быть еще один шанс. Двоечки. Что примечательно. Есть правый стоп. Очень не кисло может встретить. Это мне очень хорошо. Что Атт plumbing здесь. Со мной показывает. Поэтому тут вот уже, видишь, передвижение есть, ноги рабочие, но, конечно же, Бредис значительно любопытнее, он может и подсушить, он игровик, он что угодно может с этим маном сделать, но однозначно торопиться не будет, ему нужно продышаться, давно в ринг не выходил. И с другой стороны, в бой в Латвии, собственно, непосредственно ему нужно будет показывать лучшего себя, зрители тоже хотят зрелищ и хлеба, поэтому я думаю, что половина поединка, мы увидим достаточно ровный, размеренный бокс, будет искать ключи Бредиса, лишнего на себя брать не будет, вот этот правый стоп, он будет его опасаться, но, тем не менее, после экватора уже начнет винтить темп, и непосредственно мана ставить неудобное положение, поэтому, если думаешь сделать азартную ставку, я лично буду делать следующим образом, с 7 по 12 раунды я буду выбирать победу Мариса Бредиса, досрочно, с 7 по 12, 3,6 коэффициент, меня он вполне устраивает, просто на победу 1,02 Бредиса ставить абсолютно неинтересно. Это касательно Бредиса Мана, ну, дистанционщик Ман такой, немножечко на ножках должен попрыгать, немножечко дать Бредису продержаться, но вот такая логика, короче, остановить тоже может, поэтому Бредис бросаться не будет, мне кажется, логика рабочая. Идем дальше. Обязательно напиши в комментарии, как будешь ставить ты, может быть, не будешь ставить, ни к чему не призываю, но про бонус в первом закрепленном комментарии я тебе, конечно же, напомню. Не забудь поставить королевский лайк и до встречи в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok